МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброго дня! Мы выбрали сегодня замечательную тему программы нашей. Позитивное подкрепление или как получить желаемое... Но так как мы не волшебники и не можем получить все желаемое, то желаемое поведение хотя бы. Что нас сегодня ждет в рубрике «Ваш доктор» Алина? Сегодня к нам в рубрику «Ваш доктор» придет врач-дерматокосметолог и расскажет о пагубном влиянии солнца. А заодно положительно подкрепит наше правильное поведение. Ну а чем ты нас будешь положительно подкреплять в своей рубрике «Вкусная шкатулка»? Ну а мы сегодня будем позитивно подкрепляться в моей рубрике «Шкатулка вкусных рецептов» с нашей звездной гостьей, которая подойдет к нам в конце передачи. Так что оставайтесь с нами, смотрите «Город женщин». Конечно, смотрите. Тем более совсем скоро мы объявим конкурс. Объявит его Ирина. Доброго дня! И у нас сегодня снова конкурс. Вот такой вот пресс, формочка для вырезания пончиков. А получит ее тот, кто первым ответит правильно на следующий вопрос. Значит, вопрос звучит следующим образом. Какое блюдо чаще всего готовят хозяюшки в Инстаграм по моему рецепту? Какое блюдо пользуется наибольшей популярностью? Ответы присылайте на WhatsApp по номеру, который вы видите на экране. 8-914-256-3756. Итоги подведем, когда начнется наша кулинарная рубрика. Ждем. Таким образом, вы уже поняли, что первое положительное подкрепление, пример положительного подкрепления проявила Ирина. Она подсказала, как будет поощрен тот, кто правильно ответит, причем сделает это первым. Ну, а я готова пригласить в нашу студию Алену Шкулепа. Это наш бизнес-тренер, бизнес-психолог. И рубрика «Все дело в людях». Ну что, Алена уже здесь, и, конечно, хочется сразу задать первый вопрос. Вообще, положительное и отрицательное подкрепление – это термины, которые приняты у всех собаководов, животноводов, тренеров. Почему люди сюда попали? Животноводов особенно здорово. Замечательно. Слушайте, вы правильно прямо сказали, я сегодня не с пустыми руками, я сегодня принесла книжку. Ну, и как раз вот эта книжка Кэрин Прейдт «Не рычите на собаку» или книга о дрессировке людей, животных, самого себя. Да, я прочитала, и я не поняла, как все-таки на людях-то это положительное подкрепление проявлять. Слушайте, ну замечательно, вот оно так и проявлять. Хотите, я вам сейчас расскажу, у меня же, как обычно, есть инструмент. Хорошо, давайте себе представим вот такую ситуацию. Вы воспитываете ребенка. И мы, как люди социальные, что нам важнее всего? Что? Вообще в общении нам что важно? Чтобы он вредные привычки не подхватывал, а хорошие привычки, чтобы у него закреплялись. Да, замечательно. Но плюс ко всему еще что нам, например, важно? Нам важно, чтобы нам уделяли какое-то внимание. Правильно? При этом внимание, вот, собственно, у меня доска, только для того, чтобы вот эту стрелочку сегодня нарисовать, внимание бывает положительным, правильно? А бывает отрицательным. Что такое положительное внимание? Когда оно есть. Когда нас хвалят, когда нас поощряют, когда человек радость испытывает от этого, в том числе ребенок, сейчас про детей расскажу отдельно. Что такое отрицательное внимание? Ругают. Да, ругают и так далее. Но это же внимание. Ну да. Но есть еще и такая замечательная вещь, как нейтральное внимание. Что такое нейтральное внимание? Не знаю. Ну, игнорирование. Это не так относится. Когда и внимания нет. Ну и что для человека хуже всего? Вот это, наверное. Нейтральное внимание. А если мы вот так по шкале с вами возьмем, вот это возьмем за ноль, вот это минус, какое воздействие хуже всего? Хуже минус. Да, конечно, хуже всего игнорирование. Да? Ну, для человека хуже всего, когда его игнорируют. Но я вспоминаю Мадонну, которая говорила, А знаете что, лучше любое внимание, чем никакое. Конечно. И поэтому что происходит? Вот если мы говорим про позитивное и негативное подкрепление, есть действительно позитивное, есть отрицательное подкрепление. И то, и другое имеет место быть для того, чтобы сформировать определенные поведенческие какие-то вот приемы, не приемы, правила поведенческие. Мы хотим, чтобы ребенок делал что-то, и мы его каким-то образом поощряем. Но есть одна большая проблема, и в этой книжке, кстати, замечательно об этом описывается. Что вы хотите получить в итоге? Вы хотите, чтобы личность, которую вы воспитываете, развивалась? Или вы хотите просто, чтобы она не делала то, что вы не хотите? Это вот разные вещи. Давайте как-то, чтобы это равномерно все шло, рука об руку. И развиваться, и... Самое интересное, что человек развивается только через позитивное подкрепление. Через негативное он не занимается. Там как раз замечательно описана такая вещь, когда если ты не хочешь, чтобы ребенок толкал руки в розетку, бьешь его по руке, но желание толкать в руки розетку у него не пропадает. И рано или поздно он все равно это делает. И знаете, как наше замечательное? Не ходи туда. Но это отдельная тема про то, что частицу немы не слышим, и он делает с точностью наоборот. Но тем не менее, вот эти вот вещи нельзя... Не надо путать отрицательное подкрепление с наказанием. Потому что это тоже имеет место быть. И, кстати, в дрессировке животных очень часто это используется. Мы как-то делаем не очень приятно животному, да, показываем, что если он будет делать так, как им надо, ему будет приятно, и, собственно, это его дрессирует. Если про детей говорить, то через пятую точку, так сказать. Хорошо бы, если только через пятую. Хорошо. Так вот пример про детей. Смотрите, каким образом мы воспитываем в человеке получение внимания позитивное или получение внимания негативное? Если мы... Давайте представим себе ситуацию, что мы ребенка учим складывать кубики. Сколько мы ему внимания даем? Пока не сложит. Пока не сложит, правильно. Причем много позитивных. Какой ты молодец, ой, ты правильную буквочку нашел, ты там или там правильный рисунок сделал, то, сё. Как только ребенок научается, мы чего делаем? Теряем интерес. Конечно, мы его просто в игнор ставим и всё. Я говорю, солнце мое, давай-ка уже сам. Я пошла, у меня дел целая куча. Что делает ребенок? Он, значит, один раз еще кубики сложил. Мам, мам, посмотри, я сложила. Она такая, ну, молодец, побежала дальше. Ну, второй раз сложила. А третий раз она в комнату заходит, а кубик ей в лоб летит. Потому что, ну, слушай, не хочешь по-хорошему, дорогая моя? Я от тебя все равно это внимание возьму. И дальше уже то, что делает мама, дальше зависит. Всё-таки у ребенка укрепится желание, укрепится желание получать позитивное внимание. Или, как мы уже не раз говорили, появляется человек-вампир, который пока на себя шквал негатива не получит, не успокаивается. Потому что он так привык. Так вот, ученым было доказано, и, собственно, это, кстати, в бизнесе великолепно работает. Если вы хотите, чтобы человек развивался, уже взрослый человек, то вот здесь акцентировать не надо. Вы любого руководителя возьмите, поговорите с ним и спросите, вы где больше внимания, каким сотрудникам уделяете, хорошим или плохим? И нам скажут, ну, поругать, воспитать, там, мочкануть, что угодно сделать. А чего получают хорошие? А хорошим-то зачем? Они же и так должны, да, конечно. И вот сидит вот этот вот замечательный, хороший сотрудник, через какое-то время говорит, слушай, не хочешь по-хорошему, будет по-другому. И здесь, если руководитель включает игнор, вот здесь мы сотрудника и потеряли окончательно, потому что он говорит, слушайте, ну, мне вообще как-то вообще никак. Просто на самом деле действительно доказано то, что если мы выделяем вот в процессе коммуникации и поощряем нужное нам поведение, то оно формируется и закрепляется лучше, чем через наказание. Потому что особенно взрослый человек, вы ему наказали, он сказал про себя, он вам в глаза хивнул, он про себя сказал, слушайте, иди ты туда же. Я вот как вот думал, что ты нехороший человек, я неправильно управляешь. Так и дальше продолжай эту думку. Пойду еще всем своим знакомым скажу в курилке, да, и вообще мы взорвем нафиг эту компанию, да, но улыбаться я тебе в глаза буду продолжать дальше. Нежели мы все-таки действуем через вот эту. Поэтому в рамках той темы, которую мы заявили, как получить желаемое, это требует времени, это требует определенного навыка. Но эффект от этого в разы лучше. Так, а к практическим примерам мы можем как-то? Конечно. Конечно. Два сотрудника. Один плохо работает, другой хорошо работает. И? Например, рассказываю такую историю, мне рассказывали коллеги, кстати, мы потом ее пробовали, у нас получилось. Значит, сидит отдел продаж. Причем отдел продаж сидит и, ну, там, пять человек, пять компьютеров, пять столов, такой open-air, да, и у всех звезды на мониторах, такие крупные, красивые, а одного нет. Спрашиваю, что это такое. А он говорит, а это поощрение, чтобы мы не опаздывали. То есть, кто не опаздывает, того звезда. А кто опаздывает, звезды нет. Приходит клиент и говорит, слушай, это странная какая-то ситуация, у всех звезды есть, а у тебя нету. Да? Все. Приходит к руководителю, а что это у тебя там четверо со звездами, один говорит, а он сам знает, почему у него звезды нет. То есть, мы эмоционально не вкладываемся, а это действует великолепно. И он не будет опаздывать после этого? Если ему нравится, что ему задают вопросы про то, почему у него нет звезды. Если ему нравится, почему ему клиенты задают эти вопросы. Бывает. А я такой, я особенно. Замечательно. И тогда я как клиент захожу, сидит пять человек, у всех звезды. Куда я пойду? К звездному. Ну, по-моему, все очевидно. Да? То же самое, когда мы делаем с детьми. Вот мы ругаем детей за что-то, да? Мы как-то вот им рассказываем про то, что так делать там нельзя и так далее, и так далее. Но тем не менее, вот здесь, почему вот эта книжка очень и про животных в том числе, потому что у нас все равно внутренние наши механизмы, они, понятно, что базовые. Ну, конечно. Да. И когда один раз ты получил позитивное подкрепление, да, то есть получилось. Потому что самое интересное, в усвоении любого навыка человека очень поддерживает вот этот маленький успех. Да? Даже мы сами, когда чего-то осваиваем, да, там, я не знаю, пирог печем первый раз, у нас не получилось, мы расстроились. Первый раз получилось, мы такие, классно. Второй раз обычно хуже бывает, третий раз еще лучше бывает, да, и оно в навык переходит. Но когда у нас каждый раз плохо-плохо-плохо, и вот прямо, ну, совсем просвета нет, ну, согласитесь, ну, маленькая часть людей выходят на все-таки добиваются, а остальные говорят, да, ну... Не мое. Да, лесом вообще не мое, абсолютно. Вот вам про позитивное подкрепление. Так, ну, мы все, видите, говорим о сотрудниках, мне-то хочется в такую плоскость перевести, в подростково-воспитательную. Хорошо, в подростково-воспитательную. Чего вы хотите от подростка? Вы чего хотите, чтобы он делал? Чтобы хорошо учился. Хорошо, поощряйте ему, только нематериально, пожалуйста, поощряйте его, во-первых, нужно поощрять его тягу к знаниям. У нас что происходит? Сидишь целый день в телефоне, не учишься, нифига, как ты вообще сдавать будешь эти экзамены? Я вообще не понимаю, как можно так учиться, да? Вот, и мы здесь прям вот. И он такой про себя. А он каждый раз говорит, ну, мама, не парься, я сдам все. И сдают ведь, елки-палки, они умеют это делать. Да, приходит ребенок, говорит, слушай, мама, у меня вот такая-такая ситуация, смотри, вот у меня тот-то получился. Блин, ну ты молодец, классно. Слушай, какой ты молодец. При этом, смотрите, даже самое... Это надо, чтобы он сказал. А для этого нужно, вот честно, вот прям туда-назад постараться превентивные меры, да, вот этот вот диалог с ребенком. Но если уж сейчас все поломалось, тогда перестать просто-напросто вот играть в злоучительницу. Да, то есть надо минус убрать. Ну не то, что его нужно убрать. Это не говорит о том, что мы должны вообще не обращать внимания на ошибки. Вопрос, сколько мы эмоций в это вкладываем. И вопрос, на чем мы делаем акценты. Потому что и хвалить, и ругать, например, нужно по критериям. Ты молодец, потому что ты вот это сделал, собрался и так далее. Давайте продолжим эту интересную тему сразу после рекламы. Ну а мы возвращаемся в студию к этой интереснейшей теме. Мы, конечно, теоретических знаний получаем много, а на практике реализовать, как правило, их не можем. Да. Значит так, возвращаясь к тебе. Первое, что нужно сделать, нужно подумать, за что вы можете похвалить вашего ребенка, если про ребенка. И начать это делать уже. Наступить на горло своей песни и попытаться эмоционально не включаться в то, когда все-таки вот он косячит по полной программе. Потому что вполне возможно уже это сформированная привычка получать негативное внимание. Это долгий процесс, Оль, вот честно. Несмотря на то, что там написано, что с животными, с кликером можно это делать быстро, я очень сомневаюсь, что с чеком будем там кликать, да, и он не спросит, что это ты делаешь, товарищ, да. Вот, поэтому здесь это работа, и работа такая системная. Сложно, но совершенно возможно абсолютно. И самое главное, что, понимаете, что один из критериев, когда вы понимаете, что начало срабатывать, глаза меняются, выражение глаз меняется, контакт меняется, доверие к родителям, если мы про родителей меняем. Если мы говорим не про родителей, а про наших пресловутых подчиненных, у них глаза меняются, совершенно другое происходит. Алена, а как вы относитесь к оппозитивному подкреплению в еде? На кухне. Да. Ну, я думаю, что по мне видно, что я хорошо отношусь к оппозитивному подкреплению в еде на кухне. Но тут вопрос, что вы имеете в виду? Надо ли баловать себя разными вкусняшками? Нет, не себя, воспитание детей, например. Можно ли подкреплять их пирогами и блинами? Да. Ну, первый вопрос, у нас тут врач сидит, нужно ли их именно пирогами? Знаете, я в свое время своих детей приучила к стручковой фасоли. Как это удалось вам? Я сама не знаю. Видимо, как-то удалось невкусно приготовить, и вот для них позитивное подкрепление стручковой фасоли. Конечно, как же без вкусняшек-то. Бедные. Просто, что бедные? Здоровые. Зачем полезно же? Вообще, то есть... Знаете, когда мне одна знакомая рассказала, что она маленького ребенка с детства научила есть вареную морковку и лук, мне, как взрослому, это было что-то за гранью. Слушайте, ну это же вопрос пищевых привычек. Знаете, как говорится, это другая тема разговора, да, отдельно. Поэтому я положительно к этому отношусь. Просто вопрос меры, ну и мы, как взрослые, несем за это ответственность. Мера и объем, в общем, здесь важны. Я-то себя очень позитивно подкрепляю регулярно. Вот поэтому здесь все в порядке. Это хорошо. Спасибо большое. У нас осталось время для того, чтобы вы могли обратиться к телезрителям и сказать им хорошее, положительное слово и подкрепление. Друзья, скоро лето, ну практически уже, учитывая, что у нас выходных практически две недели, я вам хочу сказать, это самое замечательное время для того, чтобы с нашими детьми и вообще с нашими близкими позитивно подкрепляться. Как раз вытаскивать наших детей из компьютеров и из-за столов и позитивно им давать новые какие-то знания, новые какие-то открытия и так далее и тому подобное. И точно к осени у вас будет абсолютно замечательный контакт. И даже дети, которые у вас готовятся к экзаменам, сдадут их гораздо легче и проще. Спасибо большое. Ну все, мы... Все, у нас на подходе новый гость, замечательный гость, мы ее ждем. И она уже здесь появилась. Здравствуйте, Светлана. Светлана Эверстова, это наш блогер, о котором сейчас она, во-первых, расскажет сама, а во-вторых, прямо на экране вы сможете увидеть и узнать о ней больше. Мне надо пойти приготовить ужин. Может мне что-то нужно придумать? Что-то такое, прямо, чтобы не готовить. А может мне сметировать сломатые пальцы? Дорогой, я не знаю, как это все произошло, но, по-моему, сегодня ужина не будет. Идеально. Хотя, мне кажется, что он догадается. В 1038-й раз уже, наверное, не проканает. Или? Ну, слушайте, мы в изумлении, конечно. На самом ли деле, вас посещают такие мысли? Ну, как и у любой домохозяйки бывает, мне кажется, это нормальное явление. Когда надоело, не хочется. Поленится, отдохнуть, посмеяться, как-то растянуть бытовые дни, да, можно так сказать. Сам блог я веду именно, когда я родила. Это получается, у всех женщин появляется куча много времени. Во время декретного отпуска я зарегистрировалась в Инстаграм. Почему? Говорят же, что когда ты родишь, ну, то есть мы-то знаем, и у нас свое отношение, но большинство первородящих, во всяком случае, женщин говорят, ох, времени нет, наоборот, все исчезло, ребенок отнимает все время. Так ли это? Или это уловка? Нет, я сама по себе очень энергичная, у меня очень много энергии, и мне дома мало. Допустим, я какое-то количество энергии тратила на работе, с встречами, с друзьями и так далее. А так получилось, что я дома целый день. А энергии, ну, некуда девать, и, конечно, я зарегистрировалась в Инстаграм. И потом я начинала там вязать, готовить, красить людей. У меня, кстати, своя студия, это вот оттуда пошло, и все равно оставалась энергия. И я вот снимала такие шуточные видео. Да, это мне поднимает настроение, и я люблю поднимать людям настроение. Это идет прямо с детства. Всегда вы такая юморная были, да? Ну, с детства, да. У меня папа сам по себе, он тоже такой очень юморной. У нас вообще каждый день на вахаха проходит, можно так сказать. И каждый день у нас прям, я не знаю, как фейерверк. А у вас дети такие же, да, ребята? Ну, старший, да, но младший нам больше, как папа. Он такой серьезный, да. Допустим, когда у меня старший сыночек, его щекотишь, целуешь, он прям вяжет, прям до слез любит посмеяться. Шумный. Да. Я также целую свою маленькую дочку, я целую, и она так на меня смотрит, типа... Что ты делаешь, мама? Типа, гражданочка, субординацию соблюдайте. Такое, ну, вот дети разные. То есть супруг у вас такой более серьезный человек? Да, у меня супруг, ну, вы представляете, это будет вообще кошмар, наверное, дома, если два человека таких, да, слишком энергичные, слишком такие прям горячие. Я сама по темпераменту очень эмоциональная. Муж у меня более такой сдержанный, он меня все-таки гасит, и в доме у нас все-таки такая идиллия, да, благодаря нему. Развучало, да. А как вообще муж отнесся к вашей идее открыть блог? Ну, он просто, наверное, смирился. Какой хороший мужчина. И делает, мне кажется, ну, я с рождения такая, как бы... Он подумал, так, ну, ладно, я ее выбрал. Да, 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 да. В конце концов, ничего противозаконного нет. Да, в начале отношений что-то было, там, типа, успокойся, зачем ты это делаешь, а потом уже... Сейчас он просто говорит, просто меня не отмечай, не выкладывай меня, и все, как бы. А детей вы планируете вовлекать в свое блогерство? Они уже есть, да. Ого. Ну, и я, как бы, не делаю акцент на своем блоге. Это, скорее всего, место, где я, вот, как я в начале передачи сказала, я просто делюсь своей энергией. И это не означает, что я это делаю ради лайков, ради каких-то просмотров, это просто по настроению. Мне прямо захотелось снять видео, я снимаю. И на горизонте попадется, там, ребенок, и тоже, там, могу снять. То есть, таких у меня прям сценариев, например. Суеверных вот этих, там, скрыть лицо ребенка и так далее, такого нет. Почему до шести месяцев? Ну, это от мужа все-таки. Я младшую недавно опубликовала, и прям можно-можно спрашиваю. И вот после одобрения мужа, это даже не суеверие, это, скорее всего, уважение. Так принято в семье, это уважение. Все-таки мужчина, он главнее, и он без него, видимо, ничего нет. Вот и юморные люди часто попадают в такие смешные какие-нибудь казусные ситуации. Вот мы знаем, что вы любите путешествовать, да? Может быть, вспомните какой-нибудь случай, когда что-то прям в такую ситуацию попали, когда... Хохотали все. Хохотали, смеялись. Ой, если так, я не знаю, там каждый день прям так очень ярко. Вот недавно мы ездили в Санью, мы весь отпуск не ссорились, ничего, все вот так вот супер прошло. Но когда мы решили поехать в самое святое место Китая, в Санью, мы там поссорились. Это было так смешно на самом-то деле, это просто из-за мелочи вышло. И было так классно, знаете, за границей ссориться забавно, потому что никто вас не понимает, кроме вас. И там прям было очень весело, да. И, ну, потом, когда мы увидели эту огромную статую красивую, и вот эта вот энергетия, все прям сняло. Как будто бы и не ссорились. Ну, а вообще, получается, у вас секрет мирной семейной жизни, это все-таки юмор. Доля юмора нужна? Да, мне кажется, все-таки не то, что юмор, нужно ко всему относиться чуть-чуть проще. Допустим, юмор это и есть, как бы относиться ко всему со смехом, положительно, да, как-то не усложняя, что-то там, не додумывая, да. Просто посмеяться над этим, над какой-то ситуацией жизненной, да, и идти дальше. Так и у нас в семье. Ну, то есть не залезать в голову к другому человеку. Да, не обязательно, там, искать какой-то смысл, да, в чем-то, почему ты это сделал, как бы, ну, сделали, так сделали. Верю тому, что не делали. Готовить любите? Обожаю готовить, и это тоже у меня, как я сама, как фейерверк. Но это бывает редко, но метко. Какое такое самое огненное блюдо? Я прям все, что увижу в интернете, у меня всегда, вот, ты-ты-ты, конечно, с первого раза получается. Вот, я никогда, допустим, торт не готовлю, но если я решусь приготовить, он всегда у меня получается. Вкусный-вкусный? Вкусный-вкусный, и прям, и пицца, или все, что угодно я могу приготовить, и это прям на уровне ресторана, я вам скажу. Вот это, да. Вы нас приглашаете в гости и готовьте банкеты с пятиблюд, которые вы впервые будете готовить. Да, я могу, вообще с легкостью. Как здорово было бы. У вас, что, увы, нового дал вам этот блог? Вот мне хотелось сразу спросить этого. Этот блог, помимо того, что я изливаю свою позитивную энергию, да, он мне дал очень много знакомых. Благодаря Инстаграму у меня появилось очень много друзей, таких же единомышленников, да, также с такой жизненной позицией, да, это очень сближает. Правильно говорят, как человек настроен, он таких же людей притягивает, на самом-то деле. И я уверена, все мои подписчики, они такие же. Допустим, я пишу какую-нибудь статью или пост какой-нибудь напишу и обязательно комментирует так, как я думаю. Например, очень редко бывает негативных, да, которые не соглашаются с моей точкой зрения. И это очень радует, на самом-то деле. И много людей пишут слова благодарности в том, что вы подняли настроение. Бывало даже такое, в том, что я вот сижу, плачу, посмотрел ваш блог и стало так хорошо, легко. Это очень заряжает меня. Нам хотелось задать вопрос вам по теме. Я его задам. Успеете вы ответить или нет? До рекламы не знаю, но если что, мы можем после рекламы. У нас тема сегодня, как получить желаемое поведение людей, в данном случае, может быть, детей или мужа, при помощи положительного подкрепления. Это все зависит от вас. Я полностью знаю в том, что женщина – это эмоциональное существо, можно так сказать. Вот какая вы, такой ребенок. Если вы раздраженный, недовольный, ребенок такой же капризный будет, и муж такой же. Начните с себя. Как бы это глупо, банально не звучало, это и есть так. Спасибо вам большое. Спасибо за то, что нашли время, к нам прибежали, и мы будем ждать вас еще в нашей рубрике. Но пока мы вас отпускаем с неохотой и уходим на рекламу. Спасибо. Наш следующий сюжет, как ни странно, будет самым непосредственным образом относиться к теме нашей программы. Поскольку желаемое можно получить и при помощи внешнего вида, разберем, например, образы обворожительной Мэрил Стрип. Мэрил Стрип – одна из самых легендарных голливудских звезд. Несмотря на то, что актрисе исполнилось 69 лет, она продолжает радовать своих поклонников талантливыми работами в кино, а ее личная жизнь лишена сплетен и пересудов. Стрип – из тех публичных персон, которые, вопреки своему таланту и постоянной востребовательности, ставят семью превыше всего и не выносят, как говорится, ссоры звезды. Поэтому особое внимание уделяется ее образу и стилю. Еще в школе перед каждой новой неделей девушка готовила наряды на каждый день, не повторяющие друг друга. Она носила шикарные распущенные светлые волосы, свободные мужские рубашки, большие и широкие юбки, жакеты и обувь на плоской подошве. Со временем стиль Мэрил Стрип менялся, и она полюбила изысканную классику. Она умело комбинирует оттенки и наряды. Не зря именно ее выбрали на одну из главных ролей в модном фильме «Дьявол носит Прада». В основном Мэрил предпочитала джинсы, юбки миди, бомберы и классические костюмы. Сегодня же актриса выбирает комфортные платья-разлетайки, иногда дополняет их широким ремнем. Кроме того, кинодива любит просторные рубашки, комбинируя их с лентами, завязанными в бант на груди или с ремнем, если они длинные, как платья. В выборе обуви Мэрил Стрип – консерватор. Свои образы для красных дорожек звезда дополняет обувью золотого оттенка, бежевого или черного. Для мероприятий без строгого дресс-кода она может выбрать стильные ботильоны или туфли с квадратным носком и невысоким каблуком. А вот в байкерских ботинках актрису можно запросто увидеть на прогулке. На удивление, к дорогим аксессуарам Мэрил относится довольно равнодушно. Однажды в одном из интервью актриса призналась, что не готова за сумочку платить 2000 евро. Госпожа Стрип не предпочитает экспериментировать и с дорогими украшениями. К примеру, наряд для красной дорожки она может дополнить жемчужными или очень скромными серьгами. И при этом чувствует себя прекрасно. Действительно, главное – это уверенность в себе и чтобы в наряде было комфортно. Сама актриса не следит за модой и трендами, а просто пытается отображать свой характер с помощью одежды. И это, несомненно, получается очень хорошо. Ну а когда такой образ стильный создан, то, конечно, получить желаемое при помощи вот такого внешнего подкрепления наверняка гораздо проще. У нас есть рубрика… Нет, давайте отыграем назад немножко. У нас есть игра, и они расскажут Ира. Да, мы хотим напомнить, что у нас продолжается конкурс, и вопрос звучит следующим образом. Какое блюдо чаще всего готовят хозяюшки в Инстаграм по моему рецепту? Какое пользуется наибольшей популярностью? Свои ответы присылайте на номер телефона в WhatsApp, который вы видите на экране, 8 914 256 37 56. Первый, кто правильно ответит, получит вот этот приз – гаджет для вырезания пончиков. Гаджет. Теперь у нас любой предмет можно назвать гаджетом, и это будет модно, стильно, современно. У нас впереди рубрика о здоровье, рубрика «Ваш доктор». Добрый день еще раз. Как я вначале сказала, мы сегодня обсудим в нашей рубрике «Ваш доктор» негативное влияние солнца на нашу кожу. Для нас, девочек, это очень интересно, да, девочки? Конечно. И для этого в нашу студию мы пригласили замечательную гостью, врача-дерматов-венеролога-косметолога Захарову Аину. Добрый день. Здравствуйте. Прекрасно выглядите, да, как красиво у нас, доктора. Спасибо. Как вы считаете, как влияет солнце на нашу кожу? Солнце, конечно, все думают, что старение приходит с возрастом, но на самом деле в основном влияет солнце на нашу кожу. Основными лучами имеются три луча. Это А, то есть длинные лучи, Б средние и С короткие. Третий луч, С, он поглощается озоновым слоем и не повреждает нашу кожу. Основные лучи – это А и Б, которые могут привести к старению кожи. То есть фотостарение вообще пришло к нам 30 лет назад. Ученые уже доказали, что влияние ультрафиолетовых лучей плохо сказывается на нашу кожу. То есть происходит сухость кожи, утолщается эпидермис, замедляются функции обновления клеток или выработки коллагена. Самый важный коллаген, который отвечает за эластичность кожи и за здоровый вид лица, конечно. В то же время врачи же говорят, для того, чтобы выработался витамин Д, мы должны обязательно находиться на солнце. Как это совмещать? Есть два промежутка времени, которые можно находиться на солнце. То есть правильный загар мы можем получить с 8 утра до 11 утра. И второй промежуток времени – это с 14, а нет, с 16.00. То есть это должно не так сильно ярко светиться? Да, в промежутках от 11 до 16.00 у нас солнце самое негативное, то есть плохо влияет, оказывается, на ночное. Ну, если нам довелось выйти все-таки на улицу, мы должны пользоваться защитными средствами. Да, конечно, специальными. Что это такое, расскажите, пожалуйста. СПФ – это фактор защиты от солнца, то есть существует несколько видов, да. Базовый уровень – это СПФ от 8 до 20.00. Средний – от 20 до 30.00. И от 30 до 50.00 – это высокий уровень фильтра защиты. Это зависит от того, какого оттенка ваша, наша кожа? Да. Если мы белокожие, надо максимально защищать свою кожу от солнца, потому что вы легко обгораете, и солнечные лучи очень хорошо повреждают кожу. Вот есть же тональные средства вот с этим СПФ, их достаточно, да ли все равно нужна дополнительная защита? Все равно нужна дополнительная защита, да, конечно. Если вы намазываете свое лицо СПФ-средствами, да, как крема, да, в современном мире есть много косметевтики, которые в своем составе имеют СПФ. То есть тональные средства, пудры, крема, тушь, даже тушь. Даже тушь? Да, даже тушь есть защитный СПФ от 8 до 15.00. Мы все просто не замечаем. Мы не замечаем. Слушайте, ну как быть, если выходные, допустим, выдаются, и, допустим, я садовод-огородник, соответственно, я собираюсь вот в этой вот буквой ЗЮ провести на огороде целый день. Как мне быть? Я все равно попаду под солнце в его негативные часы. Обязательно нужно защищать свою кожу одеждой, да, хлопчатой бумажной. Она не пропускает и лучи, вот эти самые длинные, которые приводят к разным заболеваниям кожи, такие, как, например, онкологические заболевания кожи, да, меланомы, там, базолемы, да. Кстати, вот эти меланомы, это тоже от солнца может быть, да? Конечно, конечно. При длительном нахождении на солнце наша кожа мутирует под воздействием этих лучей, и может образоваться негативные заболевания, такие как меланомы. А как у себя может распознать, можно как-нибудь? Как человек распознает? Да, когда стоит обращаться к дерматогенеру. Да, если вы, ну, первые признаки – это жжение, то есть своей родинки, да, или, может быть, новая родинка образовалась, и она увеличивается в размере. Чувствуется жжение и при повреждении кровоточит сильно. Так, ещё изменяется цвет, то есть… Родинки. Родинки самой. Можно измениться в тёмный цвет, от серого к чёрным цветам. То есть наличие дополнительной родинки – это уже повод обратиться к дерматологу? К дерматологу, да. Обязательно нужно обратиться к дерматологу, если вы чувствуете вот эти все признаки. Жжение, зуд, солярия. А что насчёт солярия, можете сказать? Кому противопоказано туда ходить и сколько раз в месяц можно? Это самый сложный вопрос у всех. И вообще, дерматологи все стараемся говорить, что в солярии не стоит ходить. Вообще. Вообще, да. А витамин Д, а зимой? Да, есть люди, которые требуют витамина Д в зимнее время, конечно, солнца у нас нет в зимнее время. В солярии нужно ходить, как сказать, в умеренном мире. Да. Не увлекаясь. Не увлекаясь, не злоупотребляя. А так это научно доказано, да, что всё равно это как фактор риска образования заболевания. Да, риск заболевания увеличится вдвое. А если вот я наблюдала однажды, уж не помню, в каком-то году, у меня веснушки появились на руке. Больше ни до, ни после не было, но в этот момент я подумала, как это, от солнца? От солнца. Что это могло означать? От солнца, конечно. Это вредно? Если долго находитесь на солнце, конечно, да, это можно сделать вредно. Лучше защищать кожу специальными кремами, которые мы придумали, да, всё-таки для чего? Чтобы предотвратить вот эти всыпания в виде нарушения пигментации. Защищать свою кожу специальной спецодеждой. Они обычно продаются в спортивных магазинах, да, иногда. Обязательно одеваем головные уборы с большим полем. Широкополая шляпа, да? Да, 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 с большим полем. Вот, то есть, получается, мы стареем, да, получается, из-за того, что у нас, ну, очень долго находимся на солнце, а ещё из-за чего наша кожа стареет. Ну, кроме вот возрастных этих, из-за чего можно мы раньше вот... Закон тяготения влияет, знаешь. Мало там воды, пьём и так далее, и тому подобное, да, получается? Конечно, воду тоже нужно употреблять 2,5, не знаю, в летнее время 2,5 литра, да, потому что кожа обезбоживается. Понятно. Когда нагревается на солнце, вы чувствуете, там, сильно потеете или чувствуете, что нагревается. Понятно. А лучше спасти свою кожу и уйти в тень. А вот по косметологии что-нибудь есть, да? Да, конечно, есть. Какие процедуры? Косметологические процедуры можно предложить биоревитализацию, мезотерапию. Сейчас в современном мире существуют аппаратные технологии, да, например, лазерное, СО, омоложение, пилинги. Ну, пилинги противопоказаны на летнее время, лучше их делать в зимнее и осеннее время. Ну, то есть, если мы постарели, ничего, можем обратиться к косметологу, к косметологу, да? Конечно, можете обратиться к косметологу, к драматологу. Главное, конечно, правильный уход. Самое важное – это увлажнять, защищать и... И не находиться на солнце. Ну, можем об этом говорить вечно, да, на эту тему. Да, на эту тему точно можем. Но сейчас, я надеюсь, мы все получили положительное подкрепление к тому, чтобы вовремя выходить на солнце, подставляя ему свою нежную кожу, и вовремя закрываться от него. Ну, а пока мы предлагаем вам не отходить далеко. Мы вернемся через две минуты. Ну, а теперь мы ждем того самого положительного вкусного подкрепления нашему поведению, желаемому, от ведущей рубрики «Шкатулка вкусных рецептов». И снова я приветствую вас в своей рубрике «Шкатулка вкусных рецептов». И сейчас мы подведем итоги нашего конкурса, который объявили вначале. Вопрос звучал следующим образом. Какое блюдо чаще всего готовят хозяюшки в Инстаграм по моему рецепту? Конечно же, это пуховые пирожки. Я получила очень много ответов, но самый первый, правильный ответ был от Айталины Ивановой. Поздравляем вас, Айталина! Вы выигрываете вот этот приз, формочку для вырезания пончиков. О том, как и где получить его, мы вам сообщим дополнительно. Ну и, как вы думаете, кто у нас сегодня будет гость? Как я уже говорила, это звездные гости. Не зря у нас тут на тарелке лежит виноград. Я приглашаю в эту студию певицу, актрису, маму Галю Виноград. Привет, привет, здравствуйте, Галя. Здравствуйте, так, мы решили, посадим туда, мы застойку. Так, все на кухне. И давайте мы вам сразу парточек поднимем. Сразу фирменный. Вот это забота, вот это я понимаю. Ой, какая тоненькая. Да. Все большое. Очень миниатюрное. Скажите, как поддерживаете такую форму? Честно, я кушаю все подряд. Не скрываю ничего, я обожаю шоколад. Я без шоколада не могу прожить ни дня. Но сейчас я начала заниматься спортом, именно в направлении кроссфит. Уже вторая неделя, наверное, где-то так. А так, ну, образ, наверное, жизни такой, что... Динамичный. Динамичный, я постоянно в движении, на месте не лежу, не сижу, поэтому все-таки... Наверное, еще и гены все-таки. Возможно. Хорошо, я имею в виду сейчас. Вот первым делом хотим задать вам вопрос, Галя, наверное, звучит, который чаще всего. Почему виноград? Почему не персик, не мандарин? Не авокадо? Сейчас, именно сейчас этот вопрос задается уже, наверное, лет пять. Ответы найдены? Ответ есть, и он всегда есть. То есть он всегда готов. На самом деле, это не какой-нибудь там псевдоним, это настоящая фамилия, которая существует на самом деле. Фамилия, ну, скажем, дедушки по отцу. Ух ты, ничего. Вот это вы себе. И все думают, почему, а может, все-таки виноградово? Почему именно виноград? Нет, это виноград как бы не склоняется. Ну, такая фамилия интересная. Здорово. Так, ну, поскольку у нас сегодня Галя виноград в студии, мы будем готовить десерт с виноградом. Девочки, я хочу, чтобы вы к нам присоединились тоже. Одевайте по одной перчатке, это очень просто. А вы знаете, да, что виноград очень полезный. Полезный, да. Как думаете, почему? Кстати, он сохраняет молодость, по-моему, да? А не оксидантами ли он полон? В чем еще? Оксиданты тоже есть, да, антиоксиданты. Также в винограде очень много калия и магния, что способствует хорошей работе сердца. Также в нем очень большое количество содержания витамина С, ну, и различных аминокислот, которые улучшают обмен веществ. У нас сегодня зеленый виноград. Но он калорийный. Да, очень калорийный. Это я знаю. Поэтому его как перекус просто можно. Вот именно перекус и сделаем. Давайте попробуем сделать с вами десерт. Вот берем... Это 40, видимо, да? У каждого ложечку берите. Так. Так. Ой. Вообще делают мокрыми руками. Но у нас перчатка. Да. Берем, накладываем. А, Шарик, а я думаю, почему ты налево это надеешь? Ну, потому что так удобнее. Ну, значит, так. Подожди, подожди. И делаем типа лепешечки. Угу. А, супер. Наверное, вы уже такой готовили когда-нибудь. Как сырники, да? Получается. А это творог, да? Это творог с наполнителем, который более нежный такой. Так. И кладем сюда одну виноградинку. Вот так вот. И просто залепляем. Ну, вот посмотрите, как Галя делает. Очень быстро, да? Она как будто всю жизнь этим занималась. Да. Пока мы тут размазываем. Я уже все, да? Так, любой. Красивенький. Да. Так, подождите-ка, мне не хватает. Скатываем шарик. Шарик. Небольшой. А потом обваливаем его просто. Так, он прилип к мурили. Да, у нас уже не получается. Вот почему мокрое должно быть. Все получится. Так, подожди, подожди, подожди. Вон, видишь, какая красота. Смотри, у меня технология. Опа-опа-опа-опа. Ложечкой. Уши. Опа-опа-опа. Я тебе сейчас одного цвета сделаю. Можно я к тебе шлепну? Конечно. Обваляешь? Оп. Ну, вот у меня вопрос в Галле, да? Какие-то новые творческие задумки. У вас очень хорошие клипы живут. Наша гостья приходила. Спасибо. Вы с ней тоже клип снимали, да? Со Светой? Да. Да, Света уже как бы мой личный визажистилист. Получается, она участвует на всех этих съемках наших. И у нее очень, у нее нереальная фантазия. И все вот фантазии, какие-то там идеи, там, насчет там стиля, да? Это все от нее. Угу. Именно в клипах идет. А сейчас мы тоже так же планируем. То есть наша команда, и Света, и Вася тоже сейчас ждет очередная работа, если вот по секрету, да? И мы тщательно к этому вот готовимся. А не хотите на российский уровень выйти? Да, пора уже. Пора уже, да. Пора уже, мне кажется. С такими клипами хорошими. Ну, тут немножко сложный вопрос. Ну, не сложный, по идее, все возможно. Да. Все возможно. Ну, финансовый, наверное, он такой. Надо просто, как бы, да, иметь огромное, наверное, желание, стремление. Конечно же. И все-таки время. Да. Да. Слушай, какое увлекательное занятие. Вот недавно вы снялись в фильме «Агент Мамба». А, кстати. Мы смотрели, мы ходили специально на этот фильм. А, да. Классно. Вообще классный фильм. Вы смотрели, кстати, ходили в кино? Нет. Пока еще нет. Пока нет. Так. Расскажи канал. Советую посмотреть. Так вот у меня вопрос. Галя, у вас с вашей героиней шины что общего? Много общего? Шины есть, да. Мы чем-то похожи, да. Очень много есть. Ну, не много, конечно, не скажу. Ну, вот в машинах разбираетесь, как она. Я в жизни... Сейчас я сформулирую свою мысль. Все-таки доброта. Есть. Потому что она как бы и внешне, для нее как бы дерзкая девочка, да. Да. Такая, ну, такая пацанка. И, но внутри, да, она все даже маленькая девочка. И как и все девочки. И душа у нее очень такая добрая. Так как, ну, по сюжету, они сироты. И как бы понимают все вот эти трудности жизни и так далее. Но схожесть наша в том, что все-таки, наверное, человечное понимание. Ну, наверное, я так считаю. Да, понятно. А вот этот опыт игры. Ну и внешность. Опыт игры в кино, он вам понравился? Это у меня уже по третий по счету. По третий, да. Понравился? Да. Вы намерены продолжать? Да, конечно. Я всю жизнь, ну, не всю жизнь, но с детства мечтала стать актрисой. Это была мечта, да? Да, это детская мечта, которая воплотилась в реальность. И вам нравится процесс съемки, да? Я обожаю весь процесс съемок, что в клипах, что в кино. Именно не сам клип или не само кино, а именно процесс, да, увлекает. А мне интересно, вы же уже мама, да? Вот мы сегодня говорили на тему хвалить ребенка, ругать ребенка. Да, да. Как вы положительно подкрепляете нужное вам поведение и избавляетесь от отрицательного. Ну, насчет вот этого, да, еще, да, я читала очень много таких статей. Книгу я читала вот насчет воспитания ребенка именно мальчика. Вот, и там написано то, что, как бы, ругать, там, кричать на ребенка нельзя, да, хвалить его тоже, как бы, есть какие-то соответственные меры, которые, да, умеренно, ага. И чтобы ребенок рос уверенным в себе, да, особенно мальчик, его надо постоянно поддерживать. Если даже, допустим, там, что-то, ну, в чем-то не прав, да, и говорить с ним никак там не сисюкаться не надо. Да, 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 как взрослым, да, как взрослым, уже с малых лет, с ним надо говорить уже как со взрослым, тогда у него вот уже какие-то души. Слушайте, девочки, ну, я поражаюсь, у нас вот какой вот уже по счету звездный гость, да, но они готовят лучше, чем я. Ну, слушай, скоро и мы ведь с собой еще готовим. Ну, это вообще здорово. Слушай, чудесно. Галя, я видела у вас буквально недавно на странице рецепт торта, по-моему, да? А, да, это развалинки. Нет, редко, так как все-таки у меня времени мало, да, на самом деле, но десерты я стараюсь, не стараюсь, а готовлю редко, ну, чаще, обычно, ну, такую еду стандартную. Этот десерт, он старинный десерт, как бы, да, рецепт старый. Перешел от кого-то, да? От кого-то, да, перешел. От бабушки? Отчасти, отчасти есть и отчасти от моих одноклассниц, наверное, скажем, все со школьных лет мы постоянно, это наша традиционная еда была, мы собирались там каждую субботу и готовили именно вот этот десерт. Вот, ну и за чашкой там чая. Поэтому он такой у вас и красивый, и вкусный полученный. Ну, вот я редко готовлю, поэтому, наверное, очень стараюсь, чтобы, ну, добиться именно того вкуса, именно вот того рецепта, который был тогда у нас. А любимое блюдо? А какое коронное, да? Коронное, наверное, и сейчас я скажу, так, борщ, который готовит, именно бабушка готовила, моя русская. Так, и этот суп с потрохами, ликудский, да, я обожаю. Два горячих. И 100, и 100 кухни, да? Я и люблю сам этот суп, ну, и как бы не процесс, а вообще саму готовку именно вот этих супов. Вообще супы для меня, это, ну, как бы, входит в список моих любимых. Поэтому у них, конечно, стройная фигура, не заедается картошкой. Спасибо. Может быть, вы нам экспромтом что-нибудь? Акапелло. Ой, я вот сейчас, как бы, слышите, носом говорю, потому что я немножко заболела. Чуть-чуть. Просто чуть-чуть. Так, там, на свою песню? Наверное, свою, все-таки, песню свою, да? Да. Давайте, снимай перчатки, мы будем аплодировать. Давайте. Давайте, я вам спою с папатом. Быстренько, быстренько, время, мама. Быстренько, быстренько, время, быстренько. Поэтому. Субтитры создавал DimaTorzok